Я жду вместе с вами старта 15 секунд до взлёта Starship. Блин, как офигенно камера отрабатывает на двигателях вообще. Очень-очень крутая картинка. И эта водонапорная башня всё-таки услышала о нашей мольбе и взмывает ввысь. Заценить, какой динамический диапазон на камере, которая вот внутри стоит. Она и пламя показывает, и экспонирует всё вокруг. И следим. Жаль, нет высотометра, и мы сейчас с вами не можем увидеть, насколько высоко поднялась ракета, и никакой информации об этом не видим. Но будем следить, рассказывать по мере прохождения теста. Мы обязательно увидим, как повернётся, как мы говорили, на фузика, на животик Starship. Но, честно, я до сих пор не верю, что это происходит. Но, блин, это происходит, друзья. Starship взмыл ввысь. И мы с вами свидетели этого события. Тяжёленько, конечно, так начинал. Чувствуется, как-то мощи ему не хватает. Но он на это и не рассчитан, по сути. Неужели это правда? Так ему же... Ему же главное подняться. И мы сейчас подъём не очень важны. Ему важен спуск. Это да. Ну, там были всякие мысли у сотрудников SpaceX о том, чтобы сделать будет отключение. Кажется, один двигатель отключился. Один двигатель отключился, да. Их до этого раз есть. Пожар. Возгорание. Ну, это, наверное, какие-то остатки метану там оказались. Посмотрим, как же ты говоришь. Ну, вот заодно мы это отключение двигателя потестили называется. Мне кажется, что это запланированное отключение было, на самом деле. Потому что они... Жаль, друзья. Илон Маск тогда очень любит от нервы все. Если это запланированное. Но если бы совсем было не запланированного, я же вам уже могли подорвать, я думаю. Это да. Наверное. Если бы что-то совсем вышло. Смотрим, включитель он при посадке. Пока идет набор высоты, видно по камере, который на борту стоит, что высота увеличивается. Ну, и то, что порог вниз идет. То есть он все еще двигается вверх. Ну, вот на основной картинке. Пускай. Ну, это круто, что у него фактически есть вот индикация количества топлива. Да, действительно. Ой-ой-ой. Второй. Еще один отключился. Да. Ну, причем они перед этим какой-то вот маневр совершают. То есть они как двигаются. Я не знаю. Может, она не попытка ловить. И работает только 42-й. Так что если это запланировано, то прикольно. Так, он как-то... Да, уже начинается поворот, насколько я понимаю. Есть мысль, что это такой поворот на брюхо с помощью одного двигателя. У нас включался Дима, но его на стриме не слышно. Поэтому есть мнение, что это действительно вот начало поворота на брюхо. Посмотрим, будут ли еще зажигаться рапторы. Сколько для посадки? По идее, все три должны зажечься или... Ну, наверное, не успею погасить скорость. Так, так, так. Какой-то странный режим работы. Набор высочек продолжается. Пока еще работают. Выключил. О, пошел. Ну, кстати, картинка... Она просто тоже очень классная. Но у него сложены плавники, значит, он... И корректирует он движками? Нет. Ну, он чуть-чуть к двигателям ориентации может, но... Оно живое. Оно двигается. Шевелит плавниками. Ныряет, ныряет. Действительно. Вот. Больше всего на какую-то рыбу сейчас похожа. Это здоровенная 50-метровая махина. И она начинает свой маневр по торможению, по снижению. Это все запланировано, да, друзья? Это было в планах. Ну, скорее всего, да. Или это отличная импровизация. Если систему самодеятельность адресировать, то это нереально. Нереально крутые программисты ее делали. Конечно, без телеметрии не так прикольно. Потому что сейчас по картинке вообще непонятно, где она летит. Ну, вот если бы не провайдер, то была бы синтезированная телеметрия. Хотя бы. Но, к сожалению, вот так получилось. Мы готовились, но... Но зато смотрим. Зато эта штука летает, и она падает. И быстро падает. Контролируемая планирует в сторону Земли. Все ниже и ниже. Какая все-таки картинка великолепная. Я реально получаю удовольствие просто от созерцания. Так, а сейчас похоже... Включает? Да ладно. Ох! Да ладно. Да ладно. Что это такое зеленое? Нет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А я говорил. А я говорил. Ровно то, что я и сказал. Что маневр сделает, но не сядет. Кто был прав? А? Как же так? Вы хотели кратер? Есть кратер. Вы хотели полет? Есть полет. Все сделано. Ну, офигенно. Ох. Зато завтра будут новости. Маск разбил ракету. И он теперь обречен, да-да. Ой, ладно. Я аж по такому поводу на стрим влечу. Я просто в шоке на самом деле. Потому что, по сути, оно все отработало. Им один этап осталось допилить. У них что-то в двигателе, по-моему, не сработало. Потому что, чего он такой зеленый выдал? Это зеленый, это жидкость для зажигания. Это зажигание. Ну, да. Но он должен, типа, вначале зеленая вспышка при зажигании. И потом должен работать. А у него прям пошел поток этой фигни. Это у других ракет SpaceX зеленое зажигание. Третьего барана. Тут не искровое зажигание в двигателе Raptor. И тут что-то другое произошло. Что еще у нас зеленое? Найс ворк, мы услышали. Оно не сработало. Большой кусок довольно. Да, еще кусок остался жив. Ну, вон, по-моему, двигатели дымятся. Это вот задняя его часть. Но этот маневр с поворотом, вот прям в конце, это... Уф. Блин, это офигенно. У меня такое впечатление, что как-то поздновато начался маневр. Если бы чуть раньше, по-моему... А, пишет, что не все двигатели зажег. Вот я не обратил на это внимание. Я думаю, мы повторяем. Включим. Awesome test, congrats, Starship Team. Ну, мы с этим согласны, в принципе. Не, так... Все, все составляющие успеха есть. Ну, то есть, взлетел, взлетел. СНГ перевернулся, перевернулся. Вот СНГ полетит и сядет. И сядет. И стартовый стол отчет. Бабки не ходят. СНГ 8. Уже свободен стартовый стол в визите СНГ. А посадочная площадка. А как раз пока проведут там прожиг, прочее, уже будет свободно и посадочная. Ну, надо посмотреть на разрушение. Насколько оно там... Бетонный взлетел, взлетел, взлетел и нормально. Так что, может... Такое впечатление, что у него рванул бак сверху, нет? Ну, то есть... Нет, он просто при падении как раз таки все и рванул. Да. Там же как раз работали движки, а так как баки находились под давлением, то оно все и бахнуло. О! Вот показали. Ну, вот верхушка целая. И площадка целенькая. Че? Выпрямить немножко нормально. Да, кстати, действительно. Ну, че там, да, обстучать, отрихтовать и, пожалуйста, перекрасить шпаклевочкой и замазать. Друзья, я смотрю повтор сейчас, пользуясь тем, что не я стримлю. И при посадке работал всего один двигатель непосредственно над поверхностью. 42-й и правый не работали, работал только левый. И вот действительно зеленая какая-то струя была. Просят повтор. Давай, Дим, посмотрим повтор именно вот взрыва. Ну, знаешь, что-то какая-то у них проблема с двигателями. Им надо вносить изменения. Вот там уже шутки SN9 следующий. И показывает картину с разбитым SN8. Вообще-то как должно быть, по-моему, нет? Не отчаиваются. Вот мы тут переживаем, а они там веселяются. Ну, я тут включил пока повтор. Я не буду добавлять плашку про повтор, но вот видно, что два двигателя. Зажглись два. 42-й не работал. Да, 42-й не работал, зажглись два дальних. И справа, по-моему, потом шумили. Да, у них с двигателями проблем была. К сожалению, не хватило тяги под конец. Ну, то есть, если бы были двигатели, он бы сел. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Если бы там не вынесло вот это вот крепление для двигателей, от того, что три сразу заработали до такой тянги, то я думаю, все было бы хорошо. Ну, да. Там, Дима, кстати, вот на моменте 6.37 с плюсом, левый двигатель очень резко бьет по правому каким-то образом. Он так прям дергается и задевает правому, сколько я могу узнать. А, да, сейчас я еще разочек помотаю. Вот такая зеленая струя при этом шла, и он как-то во все стороны дергался. Ну, да, что-то с ним явно было. Но то, что они сели прямо на площадку, ну, это же, типа, пруфу в конкурс состоялся. То есть, они реально, они такого не делали никогда, и с первого раза они прицельно бахнули эту бочку прямо на площадку. Так, более того, они, ну, я так понимаю, основная цель была все-таки маневр. Да, маневр удачный, оно работает, оно может. Да. Ну и все, SN9 сядет. Маневр двигателями перед посадкой, рапторами, он потом планируется его убрать, когда двигатели ориентации будут не просто на сжатом газе работать, как сейчас, а когда это будут кислородно-метановые двигатели ориентации. Они будут мощнее и будут сами разворачивать корабль, переориентировать. Ну, а подожди, а по сути этот замедляющий рапторы включаться просто чуть-чуть позже? Рапторы будут включаться позже, но им не надо будет раскачивать старшип. Ну, то есть, меньше нагрузки на... Меньше нагрузки нет всех этих сложностей с таким маневром непростым. Вот был старпшик, а стал старбум. Ну, хороший старбум прям. Да, это был... Мне интересно, будет ли SN9 на 150 метров прыгать после этого? Или сразу... Маск говорил, что вроде как все уже дальше будут на километры прыгать. Ага. Супер. Ну, теперь, я надеюсь, Шрилан-то напишет, что не так, какие причины. И успеет это сделать до выхода нашего дайджеста. А стархоппер, кстати, все еще цел. Да. Так и чего ему станется? Ну, только если у него что-нибудь бы прилетело. Ну, так у стархоппер... Он их всех переживет еще. У стархоппера толщина стали 12,5 миллиметров, а вот у этих изделий сейчас 4 миллиметра. И в будущем планируют уменьшить толщину стали до 2 миллиметров. Там Скотт Мэнли шутит в Твиттере, что вот есть Fuel Rich Engine, то есть те, которых больше топлива используется во время зажигания. Есть Oxidizer Rich, это когда больше окислителя. А когда зеленый свет, то это Engine Rich. То есть, скорее всего, там действительно что-то в движках горело. Удовольствие просто от созерцания. Так, а сейчас похоже... Включает. Далар. Далар. Да ладно! Да ладно! Что такое зеленое? Нет! Нет! Ай-ей-ей! Ай-ей-ей-ей! А я говорил! А я говорил! А я...